Партнеры программы. Официальный дистрибьютор компании Лидинг ООО «Атлант». Меховая компания «Северная мода», город Киров. Северная мода. Мы знаем, как одеваться красиво и тепло. В эфире новости на АТВ. В студии Наталья Домбаева. Здравствуйте. И в начале главной темы выпуска. Легли под колеса. Устроившие голодовку граждане продолжают отстаивать придомовую территорию от застройки. Бюджетные грязги. Деньги в бюджете заканчиваются. Депутаты начинают распродавать республиканское имущество. Неваляшки, Питер и настоящее отчаяние. Театр имени Бестужева представил спектакль «Осенний марафон». И начнем с одного из самых скандальных событий этой недели. Отказался от еды. Еще один житель улицы Конечной присоединился к голодовке против действий застройщиков микрорайона. Напомню, акцию протеста горожане объявили два дня назад. Люди уверены, по-другому им не добиться внимания властей. Палатка прямо на детской горке и надпись на заборе. Олег Белозор ночует на улице и не ест уже вторые сутки. Утром его навестили медики. А в 10 часов к акции присоединился житель соседнего дома. Перешил присоединиться к коллегу Николаевичу, потому что это все идет к нам. Дом, потому что большой хотят построить. И у нас не будет ни детской площадки. Ничего у нас не будет этого. А дом, потому что будет очень длинный. И это касается нашей территории. У нас она огорожена. Нам дала воинская часть. Все огорожено. А БСПлюс хотят занять нашу территорию незаконно. Сотрудники строительной компании уверены, участок принадлежит им. И они имеют право вести стройку даже во время судов. Не берется в расчет и аргумент жильцов по поводу того, что в этом месте разрешена только среднеэтажная застройка. Документы есть на все. Все судебные акты в нашу пользу были приняты. У нас есть разрешение на строительство. Разрешение на строительство – это результат, в том числе, утверждение проектно-сметной документации, которая прошла государственную экспертизу. Так вот, мы осуществляем строительство строго в соответствии с разрешительной документацией. Однако жители не намерены сдаваться. Суды все еще идут. К тому же они регулярно обращаются в прокуратуру. В очередной раз, я не помню, уже несколько раз писали о бездействии полиции. Сколько здесь уже идет борьба. И все как-то так. Такое ощущение, что все бесполезно. В эфире нашего канала мы показывали попытки вывести гаражи и установить бетонные блоки не всегда корректным способом. По этому поводу сегодня было сделано обращение в Следственный комитет. Дважды работники БЭС-Плюс покушались на жизнь и здоровье жильцов нашего дома. Один раз, чуть не удушив жильца нашего дома на гараже тросом, это могли видеть. И второй раз, когда замгенерального директора Баранов и прораб Хайдуков давали команду водителю автокрана разгружать бетонные блоки на стоящих под ними жильцов нашего дома. То есть умышленно допуская и желая наступления для данных людей смерти и вреда здоровью. Я обращаюсь к руководителю Следственного управления по республике Бурятия Сухоруково Вячеславу Викторовичу, если не ошибаюсь. Принять это как официальное заявление и начать соответствующую проверку с последующим принятием по ней правового решения. Судя по всему, к этим двум эпизодам прибавится еще один. Сегодня строители попытались завести на спорный участок песок, не обращая внимания на живое препятствие. Давай, давай, давай. Снимайте, снимайте. Я в административном суде. На Бараново уже лежит заявление, сделано заявление по поводу опускания плит. Давай, сейчас нагармаю. Это их не прихвость. Они им докладывают, козыряют под фражку. Такие же бандиты все. А у нас власти нету, потому что... Граждане, предупреждаю, ваши действия расцениваются как самоуправство. Подпадает под статью административного кодекса, статья 19.1, кодекса Российской Федерации, об административных правонарушениях. В случае продаживания вами самоуправных действий вы будете привлечены к административной ответственности. Граждане, вы слышите всех. После того, как наша съемочная группа покинула место, Олега Белозоро задержали сотрудники правоохранительных органов. В ближайшее время суд рассмотрит дело о самоуправстве. Обвиняемый же категорически не согласен с претензиями. Обращаясь к жителям Улан-Удэ, которые пострадали от незаконных действий ООО «Бест-Плюс» в различные времена и которые остаются неравнодушными к судьбам жильцов нашего города. Присоединяйтесь по мере возможности к нашей голодовке. Только таким образом мы можем остановить беспредел со стороны «Бест-Плюс» и бездействие со стороны властей. Аюна Чердарова, Вячеслав Батоев, Первая Альтернативная. И продолжая тему политики. Накануне прошла очередная сессия бурятского парламента. В рамках правительственного часа самую жаркую полемику вызвал вопрос по сложившейся ситуации с кредиторской задолженностью и сбалансированностью бюджетов муниципальных образований. Речь идет о пяти районах. У депутатов возникло много вопросов к министру финансов Игорю Шутенкову. Тему продолжит Наталья Китаева. Вторая часть очередной 19-й сессии началась с предложения снять с повестки пункт по повышению бюджетной политики 2016 года и перенести обсуждение на ноябрь, как раз когда депутаты будут принимать закон о бюджетном процессе. На начало 2016 года в местных бюджетах республики объем кредиторской задолженности по данным отчетности составил 1 миллиард 266 миллионов рублей. В сравнении с показателями 2014 года он сократился на 45 миллионов или на 3,5 процента. При этом по состоянию на 1 июля 2016 года кредиторская задолженность наших муниципальных образований увеличилась на 506 миллионов рублей, что лишний раз подтверждает непростую ситуацию с исполнением местных бюджетов в текущем году. В бюджетно-балансовой комиссии установлено, что местные бюджеты на 2016 год не сбалансированы на 770,8 миллионов рублей по социально значимым и первореченным расходам. С учетом это как раз таки имеющиеся кредиторские задолженности на начало года. Еще полгода назад Министерство экономики и финансов верило в реальность средних зарплат 28 тысяч рублей. Такие деньги могли бы поддержать высокую покупательную способность и разогнать экономику. Но теперь все это можно отнести к категории мечты. Такая же проблема встала и с вопросом оптимизации муниципальных бюджетов. Ситуацию иначе как абсурдной просто не назовешь. Почему сегодня разные районы имеют разные суммы несбалансированности? У нас получается, что те районы, которые провели у себя в районах серьезную оптимизацию расходов, которые сегодня серьезно работают над доходами и вышли по норям, они оказались в проигрыше. Речь идет о пяти районах – Кяхтинский, Волгинский, Кабанский, Тарбогатайский, Улан-Удэ. По мнению депутатов, доклад министра финансов устойчиво демонстрирует отсутствие эффективности. И ни о какой сбалансированности речи быть не может. Перехода на мирные рельсы в обсуждении не получилось. Вы считаете, что эта ситуация сложилась? По чьей-то злой воле, да? Я с позиции русского языка рассуждаю. Пока. Незабалансированность – это по конкретным муниципальным образованиям. За конкретное муниципальное образование несет, так сказать, ответственность и планомерную работу глава своей команды. Значит, доведены были с самого начала года бюджетные ассигнования. В этих бюджетных ассигнованиях главы должны были работать. Видимо, у кого-то не получилось или не так пошло момент оптимизации. Не сразу все было либо сокращено, либо оптимизировано. Поэтому возникли те расходы, которые, мы будем называть, дополнительно утяжеляют бюджет. Обсуждение было, в общем-то, бурное, потому что многие депутаты, в первую очередь, одномандатники, которые представляют районы, они, конечно, обеспокоены тем положением, в котором сегодня находятся некоторые органы местного самоправления. Нам нужно все-таки собраться, как-то обсудить методики и посмотреть на правила игры. Потому что я человек, связанный с бизнесом, и понимаю, что если ты все время будешь выравнивать и выравнивать, то в конце концов у людей не будет желания. То, что в следующем году придется затянуть пояса, ни для кого сюрпризом не стало. Бюджет 2017 года ожидается дефицитным. Проблема правительственных программ с плохим менеджментом – это безответственное расходование государственных средств. А на фоне хронического недофинансирования запланированный положительный эффект просто обнулился. В период летних отпусков или так называемых каникул, отправляясь на рыбалку, о многих проблемах просто забыли. Выступления депутатов сегодня, их отчеты – это все равно, что сводки в ходе военных действий. Детали верны, а остальное – цифра сочинительства. Однако решение вышеобсуждаемых вопросов нашлось тривиальное. По принципу, мост запланирован, осталось запланировать реку. Все будет, как всегда, стабильно, стабильно плохо. Следующая сессия назначена на ноябрь этого года. Наталья Китаева, Вячеслав Батоев, первая альтернативная. Чтобы покрыть дефицит бюджета, правительство республики продает недвижимость. С молотка уйдут гостиницы ГСР и республиканская типография. На такой шаг пошли, чтобы помочь утопающим районам. После пересчета бюджета стало очевидно, что некоторые районы Бурятии недополучают поддержку. Было выявлено около 200 миллионов рублей по недостаткам, скажем, бюджетных поддержек. И поэтому правительство и народных Уралов в этом мы все заинтересованы и знаем, что... Но надеемся, что до конца года все вот эти деньги найдутся. Есть те, которые... Ну и на сессию вопрос задавали то, что вот сегодня на торги поставили два госучреждения для гостиницы ГСР и республиканская типография. С продажи недвижимости республика планирует выручить 135 миллионов. Остальную часть районных расходов придется оптимизировать. Или, попросту говоря, подтягивать пояса. То, что там в пределах 30% это оптимизировать. В муниципальных образованиях оптимизацию провести. Но когда, наверное, сейчас мы особенно с выборами проехали, то на уровне поселений, на уровне районов оптимизировать, то практически ничего не остается. Поэтому, конечно, сложнейшая сейчас сессия при изменении бюджетов будет. По итогу оптимизировать фактически нечего. И не факт, что на республиканское имущество найдется покупатель. Особенно если учесть, что ГСР выставляет на продажу еще с 2008 года. А желающих купить гостиницу все нет. Все на той же сессии народного хурала. В первом чтении депутаты одобрили законопроект, который сократит расходы на выплаты ВИП-пенсионерам. Проект закона предусматривает, во-первых, увеличение пенсионного возраста для госслужащих до 65 лет. И, во-вторых, для получения доплаток пенсии придется проработать минимум 5 лет. За стаж в госорганах от 5 до 10 лет полагается выплата в 55% зарплаты, а свыше 10 лет – 75%. Правда, сколько бюджетных денег удастся сэкономить с принятием закона, пока неизвестно. Пока не обсчитано, это сколько? Это в перспективе, значит, будет. В перспективе, да? В перспективе. Поэтому как раз и финансово-экономическое обоснование сегодня не рассчитано. Надо это вместе с Министерством соцзащиты сидеть и считать. Буквально, я грубо говоря уже скажу, значит, это поголовно надо считать. Тем временем, в 2016 году на доплату к випенсиям из бюджета потратят 272 миллиона рублей. Средняя доплата, по данным сайта rd.ru, составляет 80 тысяч в месяц. И раньше, чтобы заработать себе такую пенсию, достаточно было проработать в правительстве Ильхурали всего лишь год. Континент в дальнейшем уменьшаться будет тех людей, которые будут получать эти доплаты к пенсии. Потому что, если раньше год человек проработал, где бы не было это в правительстве или в народном курале, он уже претендовал на это. Сейчас меняются 3,5 года и возраст увеличивается до 65 лет в зависимости от стажа. Поэтому, я думаю, значит, на ноябрьская и декабрьская сессии мы примем этот законопроект. Новый закон коснется только тех, кто еще не вышел на пенсию. Отмечу, в апреле законодатели также в первом чтении одобрили законопроект, который и вовсе сокращает все доплаты на 40%. Дальнейшего продвижения этот проект и не получил. Так что, возможно, и ужесточение условий вступления в круг элитных пенсионеров так и останется незавершенным. Не менее актуальная и животрепещущая тема. Николай Будуев, скорее всего, станет депутатом Госдумы. Такая информация появилась накануне. В последнем федеральных СМИ мандат на место в законодательном органе кандидату из Бурятии передаст лично Дмитрий Медведев. Напомню, по количеству голосов, отданных за партию власти в день голосования, Николай Будуев мандат не получил. Но у прошедших по спискам кандидатов все еще есть время отказаться от своего места. Так будет ли Будуев в Думе, выясняла Галина Соболева. Будет ли мандат – вопрос пока открытый. Однако сам Николай Будуев на сайте Общероссийского народного фронта сделал заявление, которым фактически подтвердил, что премьер-министр России и председатель партии Дмитрий Медведев отдаст свое право занять кресло в Госдуме представителю Бурятии. Мандат депутата Госдумы, который получил председатель партии «Единая Россия», премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев – это честь для меня и большая ответственность. Я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие людей, которые за меня голосовали и поддерживали. Напомню, по официальным данным Николай Будуев в Госдуму не проходит. Для получения мандата по межрегиональному списку кандидату не хватило около 200 тысяч голосов. В опубликованном сегодня списке депутатов на сайте Центра избиркома его фамилии не значатся. ЦИК подвел итоги и, соответственно, определил всех, которые прошли по партийным спискам и тех, которые по одномандатным округам. На сегодня в силу тех установленных правил Николая Будуева в списках депутатов нет. Но в этой связи есть вопрос, который тоже важен. Почему? Потому что многие, которые получили мандаты, ну не получили, а определили, что они должны получить, могут произвести отказ. Тем временем соперники кандидата на минувших выборах опасаются лоббирования интересов отдельных категорий. Ведь если Николай Будуев получит мандат в Думе, Бурятия как регион будет представлена в законодательном органе только одной партией. Я была удивлена как раз на дебатах с Николаем Будуевым, когда он начал отстаивать позиции стабильности всего, который идет как бы таким главным пунктом у «Единой России». Честно говоря, я была удивлена. То есть, мое мнение, его позицию активного общественника просто сломали. И сейчас я была за то, что, конечно, он должен быть в Госдуме, потому что человек с ярко выраженной позицией, за честное такое все. Но он идет от «Единой России» и идет по ей программе. По нашим данным, сегодня утром Николай Будуев вылетел в Москву. В телефонном разговоре он сослался на выше приведенную цитату и от подробных комментариев пока отказался. Возможно, вопрос с мандатом решится уже в ближайшие дни. Галина Соболева, Юрий Шабаганов, «Первая альтернативная». И в продолжение темы сегодня у нас в гостях политический эксперт Евгений Малыгин. Евгений, здравствуйте. Добрый день, Наталья. Ну, у нас сегодня меня, жители Бурятии, всех волнует, наверное, один вопрос. Главное, попадет ли Николай Будуев в Государственную Думу и получит ли он все-таки тот самый мандат Дмитрия Медведева. Вы, как коллега, близкий друг и соратник, могли бы подтвердить или опровергнуть эту информацию? Ой, к сожалению, не подтвердить, не опровергнуть официально не могу, потому что, во-первых, неуполномочен говорить о Дмитрии Сага Николая, а во-вторых, по той простой причине, что пока нет заявления от Дмитрия Анатольевича Медведева о сложении им с себя депутатского мандата, в отказе от депутатского мандата, его мандат считается формально распределенным в пользу первого номера списка, федерального списка «Одинной России». Как только такое заявление от Дмитрия Анатольевича поступит в центр разбирком, этот мандат будет перераспределен. Судя по всему, он будет перераспределен в пользу Николая. Объясните, пожалуйста, каким образом переходит этот мандат Дмитрия Медведева? Это какая-то симпатия или схема какая-то? Это математика. Машину не обманешь. Дело в том, что система ГАЗ-выбора, которая, считая голоса в Российской Федерации, распределяет мандаты депутатов Государственной Думы, рассчитана таким образом, что она дает мандат той региональной группе, которая получила наибольшее количество голосов, но не дотянула до, соответственно, полноценного места. Так вышло, что Республика Бурятия вкупе с Иркутской областью и Забайкальским краем оказалась той самой региональной группой, которая получила больше всего голосов избирателей для получения такого дополнительного мандата. Ну, что это знаков свыше или просто такая математика, ну, это уже решать не нам, наверное. Как вы думаете, когда все-таки будет это окончательное решение? Сегодня. Сегодня. То есть сегодня? Должно сегодня все решиться, но, может, по нашему времени это будет завтра. Такого я не исключу. Николай сейчас находится в Москве, да, наверное, вы на постоянной связи. Что он сейчас чувствует и говорит? Он пока не верит, он пока боится сглазить, что называется. Ну, я тоже и об лоб, и об дерево могу постучать, ну, на всякий пожарный, всякое может быть. Но пока, по крайней мере, 99%, что действительно будет именно так. Николай Абудуев станет депутатом Государственной Думы. Отлично, Евгений. И все же, вот, сегодня Центр избирком опубликовал окончательные итоги, да. А как бы вы могли бы их оценить? Были ли они предсказуемы? Действительно ли Единая Россия победила и, ну, касаемо там тоже других партий? Единая Россия, естественно, победила. Ну, это понятно, 54% голосов избирателей, это очень важный результат, знаковый я подсказал. Ну, плюс количество одномандатников позволяет говорить о том, что Единая Россия становится конституционной партией, конституционного большинства. То есть сейчас фактически она может принимать любые законы без отлядки на другие партии. Но я думаю, что такого в любом случае не будет, потому что, ну, понятно, что у нас уже была одна партия, которая привела нас, сами знаете, к чему, к 1989-1990 году и развал Советского Союза. Соответственно, ну, понятно, что Единая Россия будет прислушиваться к мнению остальных. Важно, что у Единой России в списках, не только у Единой России, порядка 90 депутатов, которые представляют общероссийский народный фронт. То есть это Единая Россия, это и Родина, и все остальные партии. Малые партии очень много. Есть в ОНФ представители коммунистов, и СР, и ЛДПР в разных регионах России. В Севастополе, кстати, представитель ОНФ, член коммунистической партии Российской Федерации, мой товарищ Алексей Гладких, Леша, он стал депутатом горсовета города Севастополь, Танахимовскому округу. То есть, вот, пожалуйста, человек, который действительно представляет собой коммунистов, но при этом член ОНФ. То есть ОНФ это ведь партийная структура, которая, в принципе, нацелена на то, чтобы созидать фактически. То есть, неважно, в каких политических взглядах ты придерживаешься, если ты считаешь, что Россия великая страна, если ты видишь, как можно изменить жизнь к лучшему, то ОНФ это ОНФ, это то, что тебе нужно. Евгений, спасибо большое, что пришли к нам в гости и поделили свое мнение. А я напоминаю, у нас в гостях был политический эксперт Евгений Малыгин. Полную версию интервью смотрите в передаче «Актуальные темы» сразу же после выпуска новостей. А мы двигаемся далее. И коротко о других новостях. Центр избирком подвел окончательные результаты выборов в Госдуму седьмого созыва. Кресла в парламенте распределились между шестью партиями. Больше третий мест достались Единой России. Это 343 мандата. Еще 42 кресла займут представители КПРФ. У ЛДПР 39 мест, 23 мандата получила Справедливая Россия. По одному месту досталась партия Родина, гражданской платформе и кандидату самовыдвиженцу. Александр Манзанов вышел на свободу. Как сообщает Байкал-Дели, экс-министра сельского хозяйства освободили досрочно еще 13 сентября. Напомню, год назад Манзанов был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима. Он обвинялся в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. По данным обвинений из бюджетов России и Бурятии, в качестве субсидий он незаконно перечислил на счет ООО БТПК почти 48 миллионов рублей. В Монголии ограничили использование смартфонов и интернета в школах. Такой приказ издал министр образования соседнего государства Бат Суурь. Согласно документу, во время урока использовать умные телефоны запрещено и ученикам, и учителям. Такая мера защитит здоровье подрастающего поколения и положительно скажется на учебе, считает министр. И к другим темам. Оправдан ли риск? Театр имени Бестужева представил спектакль «Осенний марафон» в режиссуре художественного руководителя Сергея Львицкого, который в прошлом сезоне не уставал удивлять зрителей своими работами. И вот снова премьера. За основу взята пьеса петербургского драматурга Александра Володина. Жанр определен как философская комедия, однако герои существуют на разрыв. Одной из главных ролей играет Евгений Винокуров. На его счету уже более 60 премьер. Есть и актерские находки. Актриса из Санкт-Петербурга Елена Заиграева и знаменитая бурятская фронтовичка Светлана Полянская. На показе побывала моя коллега Наталья Китаева. Ей слово. Об этой постановке начали говорить еще задолго. До премьера еще бы знаменитый советский фильм «Георгия Данелия. Помнят все», где знакомые имена, любимые актеры и история, ставшая классикой жанра. Однако к кинокартине это отношение не имеет в основе пьесы Володина. Однако существует риск, что все-таки будут сравнивать. Не на шутку посмотрим, окажется ли эстетический эксперимент удачным. А где? Это стыдно. Мне трудно выговорить. Говори. Говори. Может, теперь трудно. Зато потом будет легче всем. Это история про отчаяние человека. Главный герой Андрей Бузыкин. Его играет Евгений Винокуров. Личность нестандартная. Он живет в бытовом мире. Этот мир кажется ему мелким. Разрываясь между женой и любовницей, принципами и жалостью, обязанностями и желанием, он забывает в этом марафоне про самого себя. Город – это же бег, это же марафон. Я все бегу, бегу, бегу. И я по этому городу бегу. И эти дорожки. Дорожки, машинки вот эти. Их надо обходить же, надо же не наступить на это все. Он маленький такой. Человек большой оказался. Город маленький. Все маленькое. Только в голове у него ощущения, чувства очень большие. Олег Басилашвили – это великий актер. Меня сравнивать нельзя с ним. А постановку, да тоже с фильмом сравнивать нереально, потому что это совершенно разные произведения получились. В спектакле все довольно смело. Вольное решение режиссера – непростая задача перед художником. По замыслу на сцене Ленинград 70-х. Красивые дома и разводные мосты. А герои – вовсе великаны. К фильму постановка отношения не имеет, однако элементы кино все же присутствуют. Ленинград 70-х. Тебе не больно? Да лобо подвести. Не дошли. Иди, девушка. Ну-ка ты, ты посмотришь на твои. Красит теперь, выправляет. Гони, червонец. Это одно из средств выразительных, для того, чтобы еще раз сакцентировать внимание на этой идее, для того, чтобы показать крупным планом это несоответствие человека. То есть, когда он идет по дорогам, а дорожки-то маленькие, когда между домов ему тесно, когда стиральная машина размером с дом, а дом размером со стульчик. Это история о таком гулевере в стране лилипутов, то есть о человеке, для которого бытовой мир ему мал. И масштаб его личности настолько огромен, и он должен бегать по этому маленькому городу, в котором его постоянно разрывают разные бытовые проблемы. Это не бытовая пьеса. Позвонил! 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 Невалежки только усиливают тревожные паузы, а музыка создает точное эмоциональное попадание. Спектакль получился стильным и свежим высказыванием. Любопытная форма работы, кстати, очень убедительная. Есть и актерские находки. На роль жены Нины приглашена актриса из Питера Елена Заиграева. Это ее дебют на бурятской сцене. Ты мне нужна, ты на работе нужна, ты леточке нужна, ты всем нужна. Мне леточке я не нужна. Купила им занавески, они меня прогнали. Люблю я свою героиню, оправдываю полностью. Я считаю, что каждая женщина испытывает рано или поздно те же чувства, что и моя героиня, поскольку каждому из нас когда-то становится одиноко, даже имея мужа, даже имея дочь. Мы становимся одинокими и от этого происходит поиск себя, поиск себя в жизни и жизнь, так сказать, дает нам испытание. С режиссером работать очень интересно, но сложно. Человек, работающий на пределе, без суеты, но постоянно на пределе. И от нас требует такого же предельного проживания. Вот так, на пределе эмоций и чувств. Человек большой, а город маленький и везде надо успеть. Это история о человеке, который уже так сильно перерос этот мир, что должен постоянно в него внедряться. Это не про бытовизм. Это сегодняшний день, такое очередное исследование на тему человеческих отношений, про желание быть счастливым. Это про нас, а значит актуально. Обязательно сходите в театр на премьеру, не пожалеете. Все будет очень убедительно. Наталья Китаева, Вячеслав Батоев, Первая альтернативная. И к этому часу у меня все. Смотрите новости на Первом альтернативном и будьте всегда в курсе всех событий. Для вас работала Наталья Домбаева. Всего доброго и запоминающихся выходных. Стиль ведущий. Магазин модной женской одежды «Леди Шарм». Торговый комплекс «Галакси». Первый этаж. Бутик 109. Телефон 8-950-386-8034. Если в вашем доме живет кошка, о комфорте питомца и чистоте позаботится комкающийся наполнитель «Пипи Бент». Он максимально поглощает жидкость, быстро образует прочные комочки, эффективно нейтрализует запах. Натуральный бентонитовый наполнитель «Пипи Бент». Безопасный и экономичный. Одна упаковка – три недели чистоты. Официальный дистрибьютор компании «Лигинг ОО «Атлант». Красиво, но холодно. Тепло, но некрасиво. Меха – северная мода. Мы знаем, как одеваться красиво и тепло. Обязательно приходите. 23-25 сентября. ФСК. Город Улан-Удэ.